Вот, глядите, очень легко ведь жизнь вот так вот прожить. Вот час надо туда, к восьми встал, это так, чайку попил, там пообедали, это вроде надо отвезти туда, раз, день прошел, раз, неделя, месяц, раз, опа, гроб, и лежишь. Вот в кино, видели, наверное, остров, я там в гробик ложусь, а я выскакивал три раза, по часу ходил, еле-еле потом. Ну, серьезное дело, оказывается, даже в кино, понарошку, вот эти стеночки четыре, и в ящички лежишь, и ничего нету, и не будет, и все, вот все, что успел собрать, все тут. Вот, вот у нас здесь отключают свет, вот это очень полезная вещь, из Москвы приезжаешь, думаешь, сейчас я компьютер, там DVD, все, света нет. Лежишь в темноте, на диванчике один, ну, мы люди взрослые уже, мы не будем там, эх, там, вот это все делать, а, ну, вот так вот, и че, вот с чем лежать в темноте? Попробуйте, вот так, выключить свет, да, и часик так, ничего не делая, полежать, только полежать, ничего именно не делая. Так вот, митрополит Антоний пишет в одной книжечке, мы живем, перекатываясь из прошлого в будущее, мы не живем настоящим моментом. Вот, вот сейчас, вот я вот, вот это, вот секунда, вот, вот раз, вот как, вот сейчас именно я живу, и вот сейчас именно мне хорошо, вот так я существую. Это вот, по сути дела, есть молитва, когда вот ты собираешься под кожу весь в один, в данный, этот самый вот миг, вот сейчас. Вот, это не то, что бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то там, подумаешь, это вот ты, и вот этот пламень горит перед тобой, и вот ты, как искорка этого огня, и вот ты сейчас, сейчас с ней, вот этот. Вот, вот это, вот оно что. Причем здесь внешние эти, где, чего, там путаемся, здесь можно точно так же запутаться. Места вообще очень мало, что значит. Я вот там пишу в этих, в книжечке, старичок афонский такой на Афоне сидел, у него вид из пещерки замечательный. А вот дощечка раз, и ему говорит старший, ты что, это же Божий свет, Божий мир. Он говорит, если бы вы знали, какой у меня свет внутри, он загораживал, это все помехи. Это нам дал Господь по немощи нашей, вот эту красоту удивительную, чтобы мы хоть глазками своими чуть-чуть отдыхали. Все это, а поглядите, какие мы хорошенькие, красивенькие, каждый из нас. Встаньте в зеркало спокойненько, вот встаньте, и со спокойным, чистым лицом, ничего не корячьте из себя гримасу, выкинете все мысли, и посмотрите, какой я. Ух ты, какой отличный, удивительный. Ух ты, какой замечательный я. Вот надо себя полюбить не с точки зрения мне, отдай, а вот какой я. Всю чистоту, все Божие творение в себе возлюбить, и вот этими чистыми кусочками души, это и есть церковь. Вот эти чистые кусочки души, вот этим мы и связаны друг с другом. Вот этим оставшимся, у кого больше, у кого чуть-чуть, у кого вот так. В каждом есть. В каждом есть. Вспомните, дождик или Евда, и на праведника, и на грешника, и дождик, и солнце, всем одинаково. Николай Николаевич, а где же тогда вот такая тонкая грань себя любит, да? Тонкая грань, она никакая не тонкая. У нас, мы все извращенцы. Вот. Нам, знаете как, это все я не от себя говорю, все, что касается веры нашей и всего, и это я все прочитал. Попробовал на жизни, и все так. Нам Господь вложил дар любви, но мы его извратили, мы его обратили на себя. А надо встать с головы на ноги, любить другого. Гнев. Нам дам? Дам. Но гневаться надо. Не на че ты не там поставила миску, это не разогрета, типа. Вот это все. Не это, а что я опять, во мне эта мысль бьется опять нажраться, как скотина. Не могу, гневаюсь. Вот куда гнев нужен. А не на нее, че она там, это неловко, она там, это, не могу глядеть, она такая лохматая, ходит дома, это в халате. Купи ей бриллианты, и одень ее, и будешь глядеть. А то это все. Поэтому грань, она никакая не тонкая, каждый сам прекрасно знает, где он вот это корячит его, вот как у меня названы закорючки. По жизни нас корячит, и так, и сяк, и на мелком, и на крупном, и по сто раз в день, ничего страшного. Попробуйте, когда вы кричите, или я, там, с работы, я устал, пришел, не та тарелка. Зеркало себе поставьте какое-то, испугаетесь, не узнаете лицо свое. Очень хороший метод детишкам, вот, если родители кто смотрит, вот, вот он что-то орет, не хочу, мама, не буду, это зеркало ему. Он отсотнется в ужасе, он увидит там, кого? Беса. У меня ребенок сразу успокаивается, он начинает плакать, я к зеркалу поднесешь, и он, ну, три с половиной месяца, и сразу замолкает. Видите, а потому что он маленький. Показать гадину, пойдем, я тебе гадину покажу. А он хочет видеть образ Божий, он хочет Боженьку видеть в зеркале, вот о чем я говорю. Мы же все иконы, встаньте перед зеркалом и посмотрите на себя, как на икону, как на создание Божье. И вы увидите, что произойдет в вашей душе. Вам не захочется отнимать, вам не захочется отталкивать, вам захочется отдать. Потому что отдать – это кайф высочайший. Это гораздо круче, чем дай. Вот я отдал, это такой кайф. Ламовой. Если сначала, а путь какой? Навык сначала. Навык не хочется, а я отдаю. А почему? А потому что правильно, а потому что есть, слава тебе, Господи, закон, как жить, и все расписано по каждому шажочку. Когда запиваешь или что-то такое в грехе каком-то доходишься, сразу становится жутко страшно жить. Потому что живешь против закона и не знаешь, что дальше делать, если что. Если же лежишь, все правильно делаешь или ходишь, работаешь, сидишь, но и начинает там колбасить, спокойствие полное. Ага. Так, это вот то, это вот все написано, ребята. Каждый шаг. И пройден опытным путем. Не какой-то там дядя сел, профессор. И начинаешь так делать, и смотришь, получается. Смотришь, смотришь, где она только была, только что ненавидел ее, да что она, как она может, да как она могла так мне сказать. Смотришь, помолился, Господи, помоги, помоги, не могу, пропадаю. Полчаса. Где это чувство? Как не было. Вот что происходит. Чудеса реальные. С каждым человеком, который старается, хотя бы вектор этот имеет по вере жить, чудеса за день по 30-40 раз отец не даст собрать. К вопросу о том, как же вот распознать, вот где себелюбие, а где вот это все. Да, все, все, вы абсолютно, Петр, правы, что эти грани всегда тонкие, где там смирение, а где человекоугодие и малодушие просто, и все. Они все грани очень тонкие, но я вот сейчас об учебнике сказал, да что по учебнику как-то очень легко жить. Но христианство, как нас учат старшие, это не то, что вот все написано или что там духовный отец сказал, то и делай. Это надо суропить головушкой очень сильно, на то и ум дан, в каждом конкретном случае, по сто раз на день. Я вот с сыном разговариваю, говорю, Ванночка, как там? Он говорит, пап, приходится думать над чем что сказать, как человека не обидеть, хотя он отверг далекий человек. Он просто нормальный парень. Я говорю, Иван, точно так вот приходится каждый раз, что говорить, у меня уже как бы накатанная вещь, я уже думаю здесь, сижу там все, поэтому я так перед камерой вам там сообщаю все эти вещи. Приходится, утром встаешь и начинает, вроде все в порядке, а жить неохота, что делать, почему причина? Начинай шуропить головой, думать надо, думать башкой. Что я сейчас, себя я люблю или я ближнему делаю? Да можно это понять. Мужик взрослый, вот такая шея, не могу курить, батюшка. Ну не можешь отдыхать. Гроб-то будет. Ляжем в ящичек-то, вот там и закурим. Ну вот надо всегда как-то жить радостно и весело, но серьезно. Серьезное дело, ну вот эта вся беготня, там 100 долларов, там вот это все, ну это все туфта же. Ну мы же все отлично понимаем, мы сколько видим богатых людей, которые в особняках Элвис Пресли лежал на кожаном черном диване, подыхал бедный. Вот сейчас же такая ситуация, что даже для того, чтобы 200-300 долларов заработать, крутиться просто... Да чепуха это все, голову включи и давай. Открыты все возможности, пожалуйста. Почему у ваш покорный слуга нету проблем? Да потому что я работаю все время. Я все время что-то суроклю, я все время что-то суроклю, я все время то-сего, я все время открыт для впечатлений, для всего. Не потому что я, 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 а потому что вот к этому я через все мои там эти ужасы пришел. Это вот опять то, о чем я говорю. Что такое работа настоящая? Это не сгребать, это отдавать. Я не думаю о том, сколько мне за это заплатят. Денежки они потом приходят сами. То, что, то, что надо, то, что требуется, все будет, ребята. И Мерседес будет. Не надо только в это упираться. В это упрешься, пять лет работал, купил, обделил ее, оттрах, готов. Вроде пресс есть, независимый, да? Отняли, готов. А у какого-нибудь, не знаю, нормального монаха 9 века, отняли, да и вообще какая разница? Вы знаете, как сказано, интересно, что так называемый вот этот богач евангельский, это не обязательно тот, у кого денег много. Это тот, кто привязан, и нищий может быть тот самый богач. Если он к своей вот этой второй рубашке последней, привязан так, что отними у него, и он попал. Вот в чем история вся. Это не то, что вот у тебя денег много, значит, ты в Царство Небесное не проскочишь. Да ерунда все это, чепуха. Как относиться? Я вот рассказывал уже, не работает машина, карбюратор, что, не пойму, не заводится все. Молюсь, стою, а думаю о ней. Молюсь, стою, вот я такой вот опытный, сейчас вам здесь это все там толкую. Вот не могу из головы покинуться, не могу. По пять раз на день. Что делать? Да стараться надо. И Бога просить. Помоги, Господи, все дрянет в голове. Раз на пятый день, чисто, но на пятый день. Но пять дней пришлось по это, покочевляться. И сразу какой-то товарищ позвонил, он говорит, да это у тебя там вот этот насосик там это, почисти там. Я сказал, раз, что, все, заработал. Только из головы выкинул. Сразу на. Бог может вообще из пальцев сделать Феррари. Вопросов нет. Подумаешь, Феррари вселенную сделал. Поэтому весь вопрос, только веры, насколько мы в это верим. Не в то, что Бог есть, а верим в то, что Он сказал. Верим Ему. Ну, тут, видимо, еще, может быть, связано с тем, что стоит в центре, да? То есть, если в центре заботы как благополучие, как он там теряет, то будет проблема, да? А если... Ну, где сокровище, там и сердце. Ну, все же написано. Соответственно, как-то это. Петр Николаевич, а вот... Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если мое сокровище Мерседес, значит, я там по уши. А если это у меня удобное и красивое, но средство передвижения, значит, я свободен. А на ваш взгляд, вот где, ну, если так поставить грубый вопрос, в городе или в деревне? Я считаю, я считаю, вот это мы в Оптинскую пустынь как-то с женой пришли, и там такой... Нас встретил монашек один, молодой. Видно такое рвение у него еще. Аж весь он полавит. Мы ему и говорим, что это вот как вы считаете? Он говорит, я, говорит, ничего не считаю. И такой гордый весь ушел. Поэтому я ничего не считаю, и ничего я не знаю. И понимаете, как сказал один мудрейший человек, я, говорит, все свои скорби и немощи возложил, говорит, на Бога. Исайя, отшельник, пишет. Вот как бы нам бы поступить, все эти скорби нашей немости, я считаю, а как чего, на Бога и живи. Знаешь, что сейчас делать? Кушать хочется? Хочется. Заготовил. Рядом стоит кто-то. Дал. Мы говорили насчет посуды, да? Не в очередь. Видишь, грязный, вымыл. Христианство, это не какие-то там, чтобы руку отрубили, или голову, или что-то там. Посуду помой. Чтобы, мать, не посуду помой, посуду помой. Вынеси ведро. Сам взял, вынес. Все. Поэтому, спасаться, вот это все. Ну, вот из собственного опыта, вы же чувствуете, спасительные деньги. Я чувствую, что я по уши, вот что я чувствую, как я пишу, сплошь и во всем. Недостоинство. Сплошь и во всем. Слава Богу, что я читаю книжечки, и что я знаю, что это правильное устроение, когда видишь, что ты нигде ничего не можешь. Тогда что происходит? Тогда, значит, нужен спаситель. А если ты все можешь сам, зачем тебе спаситель? Аутотренинг. Сейчас мы сядем, рука теплая, вот это все. Я спокоен. Да что тебе, Бог? Но! Скажут, ну и что? Ну и аутотренинг, отлично результаты. Ведь есть медитация, йога. Тут, Павел Николаевич, тут же подвох в самом условии, спасаться, спасать себя. Тогда спаситель не нужен. Еще многие христиане занимаются спасением себя. Там же вся есть. А тут же очень важно и довериться спасителю. Вот это вот самое важное. А я спасался в монастыре, да? Нет, потом... Ну, тогда спаситель не нужен. Но что происходит? Я вот закончу с этой мыслью. Хорошо, медитируешь, медитируешь, медитируешь. Поверьте на слово, в тупике окажешься. Не через час, так через пять лет. Упрешься своим щенячьим носом в стену. Потому что что? Кто тогда помогает, если не Бог? Давайте поймем четко. О, у нас что? Есть какой-то еще вот Бог главный, а есть какой-то Бог такой не очень главный, который помогает? Нет, ребятки. Есть или Бог, или левый парень. Значит, он и помогает тебе. Раз ты рука теплая, это все леви там, это все накрутычаны эти все вот это. Не знаю, как их там имена все. Вот. Значит, тогда... А как же? К бабке иди, она грыжу договорит, да? Голдовство же есть. И оно работает. Но это же... Кто это работает? Мы же понимаем. И возвращаясь опять к самой главной точке. Вот когда ляжем в ящичек, вот там мы посмотрим, кто нам помог. Понимаете? Вот в чем дело. Здесь средств-то много, но надо же выбирать верное. Вот будешь глотать все время снотворные таблетки, да, будешь спать, а потом будет надо все больше и больше и больше. И упрешься в то, что не помогает. А ты уже зависим. Вот неверные пути. Поэтому, что там думать, что там долго очень рассоливать? Давайте уже не любопытствовать о непостижимых предметах, как нам старшие пишут, а жить каждый день по совести нормально. И знаете, вы понимаете, в чем дело, что очень, ведь вещь-то простая. Не существует вот где-то там в церкви что-то какая-то жизнь вот с Богом, а вот на машине я еду, и это все ГАИ, это жизнь какая-то отдельная. Да нет, есть только жизнь, это с Богом когда, или смерть, когда вот живые трупы ходят и действуют. Ну, это, наверное... Вариантов нет. Вот надо понять ни психологизация, ни какая-то очень простая вещь. Надо себе твердо усвоить, что вариантов нету. Я имел что в виду, Петр Николаевич, что есть определенная модель поведения, вот батюшка может быть, как-то православного человека, что, ну, уже есть стереотип поведения в храме, да, и соответственно, выходя из храма, там уже этот стереотип... То есть нужно вот вести себя определенным образом там, в православной общине, в приходской. А выйдя за пределы храма, там всех машинам, как вы говорите, это уже, ну да, не имеет отношения к тому, что происходило буквально 15 минут назад, когда ты находился в храме. Ну, раздвоение. Поэтому мы какую-то часть жизни живем с Богом, какой-то без Бога. А жизнь по-настоящему с Богом, это всюду. В каждом контексте, в каждом кусочке, в каждой бытовой детальке. Вот. Это вот очень важно, что об этом мы говорим сегодня. Не надо притворяться. Вот у меня такая есть штучка, пост называете, я пишу. Одну фразу, не надо притворяться. Да ешь ты сыр, ну, ну, если тебе так хочется. Ну, да, а когда ты ешь, ты сыр не ешь, а она ест, ты думаешь, вот, серетичка. и вроде жена моя, как я мог на такой жениться, вот она и сыр живет, и мясо еще купата эти пожарила, они вообще безобразные, жир прям тебе. А у тебя пост, ты сидишь. Вот ты где, готов-то, дружище. Не в этом же дело. Ну, неужели Господь на крест взошел, чтобы мы йогурта, не это. Ну, да, не съем. Как отец Дмитрий, да, Смирнов мой, замечательный, любимейший, вот, рекомендую его МП-3, я слушаю уже 7 лет, всему научил. Он говорит, приходит ко мне, говорит, на исповедь. Говорит, батюшка, что делать? Он говорит, что такое? Говорит, съел, говорит, банку йогурта в среду. Вот так, банку? Он говорит, банку, батюшка. И целую, говорит, он говорит, целую. Йогурта? Говорит, йогурт, что ж ты теперь делал? Вот, это юмор, человеку 62 года с высшим образованием он на исповедь банку йогурта принес. Вот какие мы, мы православные ребята-то. Вот какие мы православные ребята. Понимаете? А вот это, как бы, православие, там, это все, да когда по совести, вот оно и есть, вот оно, ну как же можно треснуть по роже? Ну просто так, ну только в пьяном угаре. Ну как же рука поднимется, по морде ударить? Ну как это то? Это же, это же непонятное дело. На самом деле, просто все, как англосаксы говорят, upside down, вверх ногами. Мне, а это, давай это, я напротниму, ну и что? С чем ляжешь спатеньки-то, ночью? С этим всем? Ну, лёг, ну а это все-таки белый, вот это, и выснуть не борочаешься, закидываешься, кто к кокаинам, кто чем. Ну и что, приходим куда? Пять лет и гроб. А там вообще глухо дело. Тут хоть есть какая-то надежда, ну да, упал, споткнулся, не вышло, нажрался опять, протезрел, думаешь, господи, помоги, это никак не могу справиться. Ну, хоть вектор-то есть, хоть нам, хоть куда нам, там храмы, чего, какие, кресты, там все, нам хоть устремиться бы туда, хоть, хоть в правильную сторону, обратить бы мне нос свой, я о себе, мы, мы уже хватит, я. Вот вы понимаете, какая же интересная вещь, как один старичок пишет, прекрасный, сколько за нас и Матерь Божья, и два ангелохранителя, батюшка, да, и Николай Угодник, и все святые, день и ночь молятся за Петеньку. А один маленький говорит, Петров, пойдем. И Петро там. Чудеса. Сонны святых за меня стоят. И один какой-то этот, пацан, я с ним иду. Вот насколько мы удовбопреклонны, есть такое церковное выражение, к греху. Нас туда, почему нас не тянет учиться, познавать, от чего-то, а с ценой покурить на чердаке. Запретный вот это все, это, это. Ну, потому что Адамыч наш повернулся в ту сторону, послушал, и мы это в себе несем, поэтому борьба кровавая. Это все хихихаха. Борьба кровавая. Раздражения нет, не буду. Кровь. Если уж хочешь быть крутым, давай вот сюда. Вот хочешь быть крутым, пальцы гвинут, да? Загни вот здесь, как я там пишу. Вот у соседа целый день радио орет на даче радиола. Вот будь крутым. Как это? Пойти к нему, сказать, ну, как козел, давай это, чтобы я тебе сейчас как это. Нет. Это так сказать, так себе. Это каждый может. Палку взял, иди. А вот ни слова за целый день. И ходить, как будто нету этого. Вот это круто. Вот это крутизна. Вот это будешь тогда, вот это. Тогда ничего не страшно, вообще пофигу. Радио, шмадио, Москва, не Москва. Вот мы начали с этого, да? А город, а деревня? Да ничего не будет. Хоть в яму тебя откри, а ты будешь. Во! Чего вера дает православная. Потому что это Бог, а не какой-то кот. Или там автомобиль. Это Бог. Он все может. Все могущий. Вот у меня это слово вставляет очень сильно. Все могущий. все может Господь. Реально. Понимаете? Поэтому смотрите, в автобусе еду, садятся два дебеля пьяных передо мной. разговоры ясные, да? Там только ба-ба-ба и все. Думаю, ну, Петро на два часа попал. Уши береги. А стал думать о них. А дай-ка я думаю, подумаю, как там это радио Свобода, да? Яша там с христианской точки зрения. Дай-ка, я думаю, думаю, ну, а кто эти ребятки, что они видели? Вот они выросли в деревне, отец пьет, мать орет вечно. Вот он в школе, то же самое, драки, курева, пьянка, портвейн, в армию и взяли. Сначала их били, потом они били. Вот они вышли. Чего я от них хочу? Гляжу, приехали. Два часа прошло как одна минута. Я не услышал ни одного слова матерного. Кто помог? Господь Бог. Потому что я правильно устроился, я их пожалел, я их не осудил, а влез в их шкуру, насколько я смог это сделать, хоть чуть-чуть. И сразу Бог подал. Реальный случай, вот я врать. Чего мне врать? Я уже старенький. Поэтому просто прагматически с Богом выгодно. Это всегда работает. Это всегда с тобой. Это всегда работает в любой ситуации. Это не надо с собой ноутбук брать. Это всегда работает. Мобильный, это всегда работает. Вот какие чудеса. Правда говорю. И как-то это знаете, как у мамочки на руках. Как у мамочки на руках. я не знаю, начинает аккуратненько. Поэтому критерий христианства уже как бы, как, кстати, отец Дмитрий Смирнов говорит, что уже состоялся как христиан, когда начинаешь хотя бы врагов любить уже, понимать, сострадать, любить, вот эти все вещи, это очень, очень четко. Я так начинаю обучаться, вот-вот, только где-то к этой черте начинаю подумать. Мы еще путаем слово любить, очень путаем. У нас это обязательно душевное какое-то влечение, а это не так. Любить это терпеть, вот этого несчастного человека, который обуяло ненависть или злобу, и смотреть, бедненький, как он мучается. Бедненький, как ему тяжело, когда он орет, чего-то кричит, напирает, отталкивает, как же ему тяжело. И так устроится относительно легко нормальному человеку. Но надо знать, что вот это есть любовь, вот этого от нас Бог хочет. Он не хочет, чтобы мы его обняли, чтобы он нам стал родным, нет. А как же деятельная любовь? Не надо. А деятельная, вот она и деятельная. Ну, терпеть это одно. Себя-то, мне уже... Вы знаете, как пишут святые наши, любимые старички, терпеть прикословного брата вменяется в мученичество. То есть, вот, знаете, есть такие люди, которые, что им не скажешь, а он наоборот. А терпеть хама, откровенно у насильника, там... Опять же, о чем я говорил, суропить головой, суропить головой. Ну, здесь очень такой есть лакмусовая одна штучка, довольно простая. Обижают ли тебя или другого? Если другого, вступить. Если слабого, вступись. И драться надо, и воевать надо, и Родину защищать, и убивать приходится. Но надо все время суропить, что я делаю, во имя чего, во имя чего я прощаю, чтобы что. Потому что мир дороже, чем ссора. если даже я поступился какими-то своими там принципами, до какой черты? Опять же, как замечательная история. Давайте лучше на историях, а не ля-ля. Эти, которые в пещерках все там сидели. в Пенизенской области. Вот к нему приходят, нет, это там Египет там, да, это все. Да. Вот к нему приходят, решили молодые испытать. И говорят там, Абва Пимен, кажется, и говорят, отец, а ты же блудник такой, которых не видел светом. он говорит, братья, да, да, блудник. А ты же, ворюга, такой, ты только и смотришь, тебя бы стыпать. Он говорит, да, грешен, грешен. А ты, говорит, такой гнезливый, что прям человек-убийца. Он говорит, да, басик, ты же, говорит, у нас еще и еретик-то. А он говорит, а вот этого нет. Вот этого, говорит, нет. А почему все эти несправедливые обвинения терпел, а это вот ты встал. Он говорит, а потому что нахожу в себе все кусочки и кончики этих страстей, хоть и не делаю делом. А этого в Бога единого верую и правильно стараюсь веровать. Этого нет, Бога не отдам. Вот так и нам. В каждом нашем поступке надо соотносить где, где очень сложно. Очень сложно. И ошибаться будет. И будем вместо миротворчества человекоугодием заниматься. И я сплошь и рядом так делаю. Но думаю, что все-таки лучше ошибиться в человекоугодии, чем скандал раздуть между родственниками из-за того, что ты сказала, а как ты могла. Вот это все. Предпринимаете? Никаких рецептов вы что хотите, вам сейчас все рецепты выставили, ага, потом передачку посмотрел, а так, ну так. Да ерунда. И знаешь как, и все, а иди сделай. И вот все кипит. Все напротив. Битва. Но, чтобы как-то нам завершить эту часть, да, как же быть? Как же быть? Как же жить вообще? Как жить завтра? Вот как быть, чтобы не обидеть, чтобы не... Мы ехали, кстати, со своими именем, мы думали, что начать разговор как раз с вопроса. Как жить? Как жить? Вот я сейчас все объясню. Отвечу. Да, все отвечу, объясню, как жить. Вот. Во-первых, жить как живется, да, как я там в кино мой герой там сказал. Вот. А жить так, что как 9 месяцев ребеночек в утробе маминой живет? Для чего? Чтобы выйти потом на свет Божий. Так и эту жизнь имеет смысл воспринимать как жизнь в утробе матери для того, чтобы выйти в вечность потом. Вот это очень сильная вещь, что кто-то сказал из умных. Человек это луч. Он имеет начало и не имеет конца. Если мы с этим внутренне согласимся, это же приятная мысль. Почему мы все время ее отпихиваем? Это же великолепная мысль, что мы родились раз и навсегда, что мы будем всегда жить. И вот эту жизнь, эти 70, там 50, 40, сколько кому. Воспринимать как утробу, как подготовку, а там уже будет ничтяк полный. Но в отличие ребенку утробен трудиться не надо, ему все там само собой. Как это не надо? Как это не надо? он тоже ему неудобно. Откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Откуда мы знаем? Как один сказал батюшка. у нас памяти этой нет. Как и в вечности, когда мы выйдем, у нас памяти об этой жизни не будет. Не то, что мы будем за какой-то краешек смотреть, ага, вон они там, а я здесь. Нет. Дух Святый зальет так каждого в свою меру, что мы не будем видеть эти разницы ему лучше, я выше, лучше, а там еще хуже им, этого не будет. Мы будем опьянены, как пишет Исаак, что божественная любовь, она заливает всего человека. И он уже не понимает, где он. Это как пьяный. Пиваешься и уже не знаешь. Вот было горе, напился, вот уже не... А это вот так и происходит. Положительный смысл. Как Исаак. Ну, а пьяный ведь не всегда отрицательно. Пить ведь можно. Мера только. И пить можно, и есть, и с женой любимой спать на едином ложе. Но только не с питью бабами сразу. Правда? Все, все можно. Понимаете? Это и есть знаменитое какое-то вот такое пари. Был такой Паскаль, который говорил, что человек неверующий, он и здесь проигрывает, и там. А верующий здесь ничего не теряет, но там выигрывает. То есть человек верующий здесь ничего не теряет. Христианство это не мука, это не дядька с палкой, который сидит, а, сделал, сейчас, энкор. Это нет, это он говорит, миленький, не делай, будет плохо, поверь. Нет, я не верю, сделал плохо. Как наш любимый Осипов Алексей или говорит, ручку на морозе, мамочка, сколько раз говорил, Лешенька, не лежи язычком, ручку, лизнул, вопыт был великий. Но теперь, говорит, помню, вот что такое грех. Это нам Боженька говорит, Петенька, не делай, плохо будет. Петр Николаевич, вы сказали про Исаака, я тоже очень люблю его. Как вы думаете, сегодня, возможно, вот эти уровни исполнения Духом Святым для людей, объединения божественного? Конечно, я думаю, да, я думаю, да, потому что просто меры разные. А Дух-то Святый, Он тот же. Он тот же, ведь, и Бог тот же, и Евангелие тот же, и Дух Святый тот же. Меры разные. И мы уж больно не знаем, что с нами происходит. Но ведь у каждого бывает, ведь, вот, что, ну, вот хорошо, тихо, на душе, мирно, вот оно. Ведь, вы же знаете, прекрасно, что написано, да, что царство небесное не приходит приметным образом. Вот, где-то удалось, с удивлением, я вот по себе скажу. Поехали мы как-то давно с ребятами на Афон. Вот, и там так хорошо мне было, так это все хорошо, все, я еще, так сказать, горел, это все было самое начало, все, вот, и меня там посетило одно удивительное чувство, там такие вот ходят, паром такой ходит, где очень много греков, мирян, монахи, миряне, все вместе, а греки такой шумный, народ, они, бар-бар-бар-бар-бар, торгуют, что-то крестиками торгуют, эти иконы, шум такая, вот, я думал, что-то меня это как-то раздражает, и так вот сел, и думаю, а дай-ка я погляжу, я все-таки актер, я так могу по внешним, ну, кое-как определить, человек, думаю, вот, найду-ка я человек, который хуже меня, вы знаете, на Афоне было так хорошо и здорово, и сильно, что я поглядел и вижу, а я хуже всех, и вот один мне мой товарищ, я говорю, как так вот, Саш, я вижу себя, он говорит, что начало положено, то есть я вот ощутил сам, что я хуже всех, вот это, но не хуже в том смысле, перед зеркалом-то надо остановиться, и любить себя надо, но вот немощь свою осознаешь, ничего не могу, а с Богом все могу, здесь очень такие сложные, мы сейчас эту беседу не определимся, ну как такое вот чувство, ну а че, куда нам еще жить, зачем куда нам че жить, вот спрашивают, а мусульманство, а будет, да куда мне, зачем, я человек русский, здесь вот вырос, вот оно все, че, че мне идти, вот я пошел, там мне хорошо, хорошо, у нас здесь в деревне разговоры, Петро, че это ты там это, в храм там, в церковь ходишь, че ты там, я говорю, ну вот гляди, в воскресенье, в пивной, с мужиками простоять, жене сказал, что там на рыбалку, это целый день, про базарь и все, любишь, он говорит, ну это самый праздник, это это самое, говорю, а мне вот так же, в церкви, кайф, он говорит, а кайф, все ясно, хорошо там, мне лично, Пете Мамонову, хорошо, правду я эту чую, всем своим существом, мне не надо ничего доказывать, не надо объяснять, там, а вот это, догматы там все, потом я только с большим удовольствием все это читаю, вижу подтверждение, у меня опыт уже есть, у меня опыт, когда попросил, вышло, Петр Николаевич, хотел спросить, драгоценное дело, извините, я вас перебиваю, надо так сказать, укрепить, ну пока не попробуешь, ну как ты можешь знать, горькое, кислое, соленое, попробуешь, вышло, у тебя будет опыт, ты будешь помнить, вот лежал на диване, плохо было, подыхал, попросил, через час, как мне свет загорелся, а вот опять сейчас так же, опять, опять сейчас попросу есть, не то, что все безнадега. Вы человек начитанный, довольно, что еще делать, читаю. кто из святых наиболее близок, вот так вот, по душе? Говорят так, что святых отцов очень много, и почему они такие вот разные все, вот батюшка мне не даст соврать, а потому что каждый, чтобы по сердцу выбрал себе. Вот мне очень по сердцу Исаак Сирин, он сложнейший, этих уровней я никогда не достигаю, все, но у него все исходит с точки зрения любви, у него отправная точка любовь, он даже такую высказывает мысль, что гиена это не вечные муки, а это очередное покаяние, но только не дай Бог каждому, это такой ужас, но все равно ад будет существовать до тех пор, пока останется хотя бы один грешник. Богохульно, он пишет, думать, что Господь забудет хотя бы одно свое творение, он спасет всех, но тех, кто хочет, раз, и два, не дай Бог, нам те вот эти страшные муки, которые поэтому и названы вечными, что они кажутся нескончаемыми и ужасными. Зачем у нас здесь вот просто здравствуй, руку, пожалуйста, здравствуй, мой дорогой, здравствуй, мой голубчик, хорошенький, как же я тебя люблю, чем я опять решил. Это же, это же здорово, ну что нас мутят все эти, эти, а как он одет, так, а у меня нет, а у него какая гайка там, гайка у него, а у тебя нет, у тебя ручки чистые, богом созданные, ты смотри, они удивительные, а навешай на них золото, ну, лично мне, неа, смотрите, как удивительность, руки, это же бог придумал, руки мои, а я буду за какую-то желтую, это, колесико, да слава богу, тебе так нравится, очень хорошо, у тебя пять, а у меня ни одной, отлично, какой-то крутой, вместе идем по улице, он такой, а я, а я вот такой, все удивительные, вот оно, вот оно, из никакого равенства, не дай бог, никакой справедливости, мой Исаак пишет, справедливость, область, зла, милосердие, область, добра, то есть, оказать милость, снисходительность, простить, хорошо я так вот толкую, делать жутко сложно, не говорю, и сам излюсь, и думаю, да как он мог, да что он говорит, да козел, да все прочее, но в голове все время бьется, приучил себя, неправ, 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 день бьется, второй, три, думаешь, ну, чё дураком будешь сидеть, вот о чём отец говорил, три дня, ну, можно неделю обижаться, ну, чё будет, результат, давайте уже будем умными людьми, будем думать о результате, ну, чё завидовать, вот сжечь себе душу, ну, чё будет, только, ну, так устроился, что никуда, ни в туалете, нигде, ни это, ну, залился вином, ну, похмелья-то будет, и вот с этим не будешь, не легче ли скрутить себя, да выкинуть это из головы, чертям собачим, и сказать, господи, помоги мне, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу дрянь этой себе, не хочу, не хочу, не хочу, смотришь на второй день, встал утром, ах, засияло всё, а на улице, море, это всё, мы слякоть, а ты весь прям сияешь, а то смотришь, солнце, лето, всё, ходишь, какой-то, почему, кто-то там, чего-то сказал, глупость, давайте уже умными, мы уже умные ребята, дураков уже нет, дураков нет вообще, так можем и озаглавить нашу вот эту монолог, дураков нет, лично вопрос хотел задать, конечно, у вас, как бы, ваше основное занятие, жизненное, оно не прерывалось, то есть вы занимались музыкой, занимались театром, на протяжении уже очень долгого времени, а вот как тоже в литературе встречал, такое понятие, как новая духовная реальность, она возникла, ну, не так давно, по сравнению с вашим возрастом, вот как, как, как это сейчас совмещается, что же, может быть, выясняют друг друга, либо качественно меняют, либо вымешают, отвечу, отвечу, ответом, замечательным, митрополита Антония Сурожского, который на эту тему очень здорово, всем нам ответил, творческим, людям, он говорит так, когда художник начинает делать из своего творчества иллюстрацию своей веры, это, как правило, становится халтурой, не бойся, художник, я не дословно цитирую общую мысль, не бойся, твоя вера и твое состояние будет там, в том, что ты делаешь, а сказано еще все короче, дух творит в себе формы, поэтому, как ты внутренне, что такое духовная жизнь, это твое внутреннее существование, это когда вот отключили свет, с чем вот лежать, вот это, вот это, вот как у тебя внутри, так будет все, и внешнее, поэтому художникам, писателям, артистам, и всем прочим, рекомендую не думать о том, что делать и как, а думать о том, как мы живем, и увидите, что удивительные, и вдруг и новые формы появятся, и удивительные, и что-то и засияют, и засквозит, и по-доброму, хотя внешне это может быть всяко, вот, чепуха это все, искусство вот это, вот это, жизнь ради искусства, дегель это все, понимаете, и так далее, вот это все, вот ошибка, это все ошибка, да чепуха это все, да в прохладную, жить надо ответственно, жить надо, каждый день, вот ответственно, вот, ну вы же сами знаете, Петр, что дороже, чем отношения между, людьми, ничего нету, ничего нету, никакой пьесы, никакой стихотворения, а вроде бы, да, не мешай, я работаю, а там пишут, связь, да, 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 да чепуха будет, если ты вот так, это, понимаете, несовместимо, дух творит себе формы, какой дух, такая и будет форма, хоть ты там, обслюнявся, а будет гнусная вещь, противная, сопливая, похотливая вещь, я тебя люблю, и ты меня, иди ко мне, невозможно смотреть это все, но молодые люди, я вот скажу, обращаюсь к молодежи, я очень приветствую сейчас, совершенно чепуховое это мнение, что вот молодежь у нас гибнет, наркота, все, ничего подобного, никому это не надо, ни порнуха, это ничего, они изо всех сил стараются, они весь наш город, любимый, завешали, все и сразу, там, Египет, круглый год, еще есть такой, ну вот в истории про двух военных, вы рассказали, что можно помочь человеку, совершенно никак внешне не проявляясь, то есть просто изменить к нему отношения, и вот это очень важная идея, мне кажется, сначала быть в любви, а потом уже действовать из этого состояния, потому что очень часто я наблюдал, что когда человек начинает действовать, не став любящим внутри, он иногда любого, он не чувствует другого, и начинает ранить другого человека, это очень такая здесь, есть интересная штука, да, я с вами, конечно, в общем согласен, но я немножко проще отношусь к этому делу, понимаете, мы не очень верно понимаем, что такое есть труд, нам все кажется, что это обязательно что-то руками, вот, а это и есть труд, то есть, любовь, это потрудиться ради другого, потрудиться, можно ему поднести чемодан, или можно потрудиться в себе, изменить к нему отношение, вот то, о чем мы говорили, но и то, и то труд, и даже вот этот внутренний, он тяжелее, чем внешний, вот, поэтому вот это все труды, труды, это сколько своего труда можешь отдать другому, потрудиться внутренне, сначала, да, но теперь, не обязательно сначала, или потом, я думаю, вот, но теперь еще, вещь такая, как бы нам, о способах, о, 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 вот, как делать, вот, святые, пишут, святые, да, что, если нет в тебе любви, то ты поступай так, как будто бы она тебе видит, и ты научишься. да, 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 вы знаете, и Исаак Силин, мой любимый, о том же пишет, что внешние движения запечатлеваются на сердце, и он пишет о том, как надо нам встречать человека, и всегда говорить выше его заслуг, и выше его достоинств, это не будет человекоугодием, а что же получается, когда ты говоришь, ой, какой ты хорошенький, ой, какой ты умный, человек стремится подняться до этого уровня, которого ты ему устанавливаешь, и это ничего страшного, он даже пишет, там удивительные вещи, встречая друг друга, налагайте его руки на глаза свои, вот у меня сейчас маленький внучек родился, и я так понял это движение, так хочется его ручки на свои глазки положить, это очень жест чрезвычайно какой-то нежности, вот как он пишет, поэтому давайте друг другу уже за друг другом ухаживать, давайте все выше заслуг говорить, пусть наши уста будут сладкоречивые, хватит, мы уже наругались, набрызгали слюной, хорош уже, вот поэтому тут как бы о методах еще, как вот он пишет прекрасный, вот вроде бы шестой век, как в наше время применить, он пишет, когда при тебе кто-нибудь начинает кого-нибудь осуждать, сделай печальным лицо свое, а у меня жена в шоу-бизнесе моем работает, она директор мой, она говорит, я ей это прочитал, она говорит, ты знаешь, какое чудо вышло, я говорю, не могу, когда начинаются эти сплетни актерские там, я, говорит, встал, сделаю так, пять минут, все проходит, все, проходит, все, чудеса, они же, эти люди, они же опытом, сделают печальным лицо свое, не надо бросаться на человека, как ты можешь его осуждать, это он хороший, и началось, да, сделай печальным лицо свое, вот такие, то есть, тоже свои, есть всякие штучки, всякие фокусы, как в любом деле, в любом ремесле, в любом искусстве, есть свои, вот почему я перестал читать художественную литературу, я когда читаю Исаако Синь, у меня на каждом шагу такие, я думаю, как же вот молиться, а он пишет, что человеку самое полезное верить, что Бог его слышит, и поддержит, и все, и вот источник благодати, как бы ты не был там сопливый, зевающий, а другом думающий, да ты веришь, что Бог, и вы знаете, совсем другое дело стало, я вот одну эту мысль прочитал, стал прикладывать, то есть учиться, учиться, поучаться, все, это же интересно, жутко так жить, о своих планах, о своей работе, вы хотели спросить, я вот такие стишки там всякие пишу, вот маленькие у меня есть такое, мудрец, все вниз меня швыряет, понять я не могу, глазенки закрываю, и в ужасе бегу, и в ужасе бегу, вот у меня такие, вроде да, шуточки, хи-хи-ха-ха, отцы опять же пишут, когда видишь, что до кого-то начал гневаться, дрожаться, что делать, беги, говорят, сломя голову, от источника гнева, глазенки закрываю, и в ужасе бегу, Петр Николаевич, а вот, вот фильм Острадо, фильм удался, Острадо удался, а то, что стало происходить после него, вот как это, это было за стояние, вот за такое хорошее, и было поклонство, и было, что это? Нет, люди, конечно, ну просто, вы знаете, тут тоже, вот на каждом шагу, прямо вот, получаться можно и случай, прямо вот, ну конечно, на улице останавливают, говорят всякие приятные слова, не очень ловко, не очень удобно, потому что это же все, ну мой талант, это же дар божий, это же не я там, Петя, вот я вот, Петя, что я там не обиделся, вот это я, а это, дары, поначалу, человек вот останавливает, руку жмет, такие начинают слова говорить, а я ему вот так, как вам, начинаю отвечать, смотрю, человек расстраивается, он хотел похвалить, сказать, а я говорю, да нет, это не мое, это все, так какой-то, думаю, что-то я как-то неправильно делаю, последнее время, знаете, как стало, оказывается, что это, да это та же самая, гордыня, когда я говорю, нет, нет, ребята, это не мое, вот это ложная скромность, человек мне что-нибудь хорошее говорит, руку держит, я ему держу, я стал просто слушать, я-то знаю, то, о чем я вам говорил, что это все, как это все было, я просто слушаю, и вижу, как человеку приятно сказать, и он уходит довольный, я говорю, спасибо вам, добрые слова, все, и он уходит довольный, он все сказал, он все выразил, у него есть лиза, там это, и все, и он ушел довольный, вот с Момоновым, а я о чем, не подумаешь, я послушал, понимаете, опять вот, вот она духовная работа, вот надо суровить каждый раз, вроде внешне, да, все я скромно, отмекиваю, все, нет, и людей обижаю, и гордость свою питаю, что вот как я, какой я скромный, это все, вообще, тщеславие, это жуткая, стоглавая змея, хорошо сделал, тут же, начинаешь себя хвалить, плохо сделал, ну, в общем, ужас, вот поэтому, работать, 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 на ваш взгляд, получился, получился, я очень доволен, и смотрю, обычно бывает, смотришь, через годик, а, думаешь, нет, не знаю, что будет, там, через пять лет, если останусь, живых, сейчас мне пока нравится, и очень я всех люблю, и, 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 Витечку, и Димочку, и все мы там, так это дружно, удивительно было, удивительно, удивительно было, трудно, тяжело, здорово, вот, пишу всякие стишки, пишу всякие книжечки, для, вот, ну, на всякие темы, понимаете, отчетом писать, вот такая тема, смерть, называется, я там пишу, смерти нет, а, почему я так пишу, а, потому что я сам, как-то так думаю, смерти же нет, для верующего, человека, нет смерти, так что еще там писать, смерть, это вот так, смерти нет, оказывается, представляете, какое чудо, смерти нет, это просто сон, уснем, и проснемся, в новом качестве, ой-ой-ой-ой, какие там фильмы, какие там, какие там, ну так, что пишутся, то я пишу стишки, вот сейчас какое-то кино, там будем, про Ивана Грозного, может, ну и что, ну и с ними про Ивана Грозного, ну и что, и с ними, как получится, так получится, тоже человек был, тоже метался, как, думаешь, туда-сюда, кто-то там думает, выпить не выпить, а он думал, убить не убить, та же самая проблема, масштабы только разные, все та же самая проблема, все мы так каждый день живем, как Иван Васильевич жил, страсти борют нас, то-се, проваливаемся, но, вставать, опять идти, и плоды, конечно, дерево по плодам, можно листья иметь, как я вот сейчас болтаю, все знаю, это, это все веточки и листья, плоды, Петечка, давай, плоды, помирись со старым другом, с которым пять лет не разговариваешь, вот, что есть плоды, плоды, кое-чего, и имеем, с Божьей помощью, честно скажу, кое-чего стало легче, жить в чем-то, что-то еще, непроходимая стена, ну и что, ну и что, ничего страшного, устремление есть, все, нормально, я же, вон, стишочек такой у меня есть, называется, тончайший, неверно сказанное слово, меня так ранит, колбасят, шваркает и тараканит, тончайший, ну, поэтому, ты что, надо с юнорком, так, легко, потихонечку, но и серьезно, все, все есть жизнь, все есть, и с друзьями, и одному, побыть, и в городе, а вы говорят, Москва, ужас, невозможно пройти, да я вот, только что, все реклама, не завешли, все, а приезжаю, такой город красавец, так столько интересно, много, столько открыто, столько молодежи, так все одеты, хорошо, красиво, интересно, всякие разные ходят, у кого два кардаша в ухе, там, отлично, все нормально, и он думал, вот он, главный там, на голове что-то написано, да пускай, подумаешь, не в этом дело, что на сердце написано, если нас вот разорвут на части, чтобы у нас, как у Игнатия Богоносца, было бы написано, Иисус Христос, с золотом, на сердце, вот, такую точку я поставлю, а остальное все, справимся, ничего, спасибо большое, Николаевич, за то, что приютили нас, самое главное, что позвали, побеседовали, интересно, побеседовали, может, кому-нибудь что-нибудь брызнет в голову, я все-таки не вру, правду говорю, как сам живу, так и говорю, ну, еще раз только хочу сказать, что мы были в гостях, у Петра Николаевича, вот он, до встречи, спасибо, вот, то и хорошо,